МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир на канале Россия-1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Гости со всего мира. Хакасия готовится к международному культурному форуму. Неожиданное открытие жителя Бакана в собственном огороде нашел останки древнего человека. Хорошо забытое новое в русском драматическом театре поставили спектакль из репертуара 30-летней давности. Первая репетиция предстоящего празднования Дня Победы прошла сегодня в Абакане. Напомним, в этом году в привычный сценарий 9 мая внесены изменения. Организаторы обещают немало новшеств. Впервые в возложении венков участвуют знаменоносцы. Кстати, военных нынче будет задействовано больше, около полусотни. Традиционную вахту памяти будут нести и школьники, но на первой репетиции их не было. Также в этом году будет организована прямая телетрансляция, в том числе и на канале «Россия». После ритуала памяти все действие переносится на Первомайскую площадь. Официальные лица оттуда убывают. Знаменная группа, почетный караул и официальные лица вместе с ветеранами, с нашими уважаемыми Великой Отечественной войны убывают на Первомайскую площадь, где в 10 часов начнется непосредственный митинг. Большие артисты, федеральные власти, сотни делегатов со всей страны и не только. Хакасия готовится к Международному культурному форуму. Дискуссии на темы, как развивать туризм, проблематика малочисленных народов, выставки и многое другое ждут всех участников. Само мероприятие состоится в июне, но уже сегодня Оргкомитет раскрыл некоторые планы. Константин Кравцов подробнее. Третий международный форум под названием «Историко-культурное наследие» как ресурс социо-культурного развития местные власти уже окрестили как главное культурное событие республики. Традиционно ожидается приезд нескольких сотен гостей. Это и политики, самого разного уровня. Культурные работники, артисты, журналисты. География форума действительно обширна. Сегодня об этом заявил Юрий Лапшин, заместитель главы республики. Форум пройдет с 26 по 30 июня текущего года. География форума очень широкая. Это и город Абакан, и традиционно долина реки Бабик, и Саиногорск, и районы муниципального образования. Основные цели и задачи остались прежними. Перспективы культурного наследия, обмен опытом между регионами. Сама программа форума поделена будет на три части. Во-первых, деловая. Это и круглые столы, и дискуссии, в том числе будут обсуждаться проблемы развития книжной культуры, туризма и сохранения малочисленных народов страны. Помимо этого, состоятся выставки разных федеральных музеев. Участники форума также смогут посетить выставку шедевры Бахрушинского музея, на которой будут представлены подлинные картины Серова, Репина, первые книги по истории театра, изданные в России в 17 веке, и многое-многое другое. Эти венки уникальные, которые дарил зритель, обожатель тех или иных знаменитых актеров России, которые покрыты серебром, золотом, с гравировками. Но культурно развивать гостей будут артисты Большого театра. Имена организаторы пока не раскрывают, идут переговоры. Кстати, большую часть средств на проведение форума выделяет федеральный бюджет. Но оккультурно развлекать артисты будут и вовсе за счет частных спонсоров. Стоит также отметить, что подобный форум для Хакасии не случайен. Республика имеет большое культурное наследие и с помощью подобных мероприятий способна заявить о себе как можно громче. Ну и судя по интересу со стороны федеральных властей, инвесторов, задача удается. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Саиногорске задержали грабителей заправочной станции. Ими оказались трое местных жителей. Напомним, 3 апреля около 5 часов утра парни в масках ворвались на автозаправочную станцию недалеко от поселка Майна. Сначала избили охранника, затем, угрожая оружием, забрали деньги и карты экспресс-оплаты мобильной связи. После чего с места преступления скрылись. Лица были установлены, совершившие данное преступление. На сегодняшний день они задержаны по подозрению в совершении. Будем выходить в суд с кадатайством о их аресте. Безработица на селе. Парадокс. Из 1100 человек работоспособного населения Варшаново Алтайского района трудоустроены всего около 300. Вакансий просто нет. Молодежь в поисках работы покидает родное село, хотя вернуться все-таки надеется. Появятся ли в Аршаново свободные рабочие места, узнала Елена Крылова. Аршаново. Село, основанное в 20-х годах прошлого века. Это пример того, как на общем подъеме страна начинала жить по-новому. Деревню основали практически на пустом месте. Построили дома, открыли совхоз. Казалось, план советских властей беспроигрышный. Согласно ему, сейчас у жителей Аршаново проблем быть не должно. Работы нет, как таково сильно. Сегодня на аршановских улицах не так многолюдно. На фасаде школы – последняя дата, когда здесь появилось что-то новое. Совхоз развалился, а работать негде. Соискателей – 1100 человек. Рабочих мест в деревне – 300. Это небольшой сельскохозяйственный комплекс, школа, клуб и сельский совет. У меня дети ездят в город каждый день. А ведь какие расходы? Утром рано, в 6 утра встают, чтобы поехать в город на работу. И ночью приезжают. Те, кто ездить в Абакан не могут, живут на прибыль от скота и огородов. Кто-то выбрал самозанятость. Единственный бизнес здесь – магазины. В торговле идет бойко, но с одним условием. Централь с должниками. Вся деревня живет в долг. Вот приходят, рассчитываются. В основном-то самые такие – пенсионеры, те, кто рожают детей. А рабочие, в общем-то, зарплату-то неважно получают здесь. Такую сложную ситуацию изменить может только крупное предприятие. У Ршанова есть шанс. Геологи обнаружили крупные залежи угля недалеко от поселка. Возможно, здесь откроется угольный разрез. Если мы начнем работать в этом году, до конца года, где-то порядка 250 человек должны принять. Зарплата будет достойная, порядка средняя 35-40 тысяч. В зависимости от профессии, если машинист, экскаватор, там будет выше. Зависит от категории, чем будут заниматься люди. Разрез Аршановский обещает быть прибыльным долгие годы. По исследованиям геологов, в залежах более 800 миллионов тонн угля. Этих запасов хватит на полтора века. Кстати, интересный факт отметили местные жители. В деревню уже начала возвращаться молодежь. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Министерство финансов республики отчиталось, на что республика потратила деньги в прошлом году. В Хакасии прошли публичные слушания по исполнению бюджета 2012. Все подробности Ольги Стельмах. Еженедельная рубрика «Парламентский дневник». Минфин отчитался, на что республика потратила деньги, в прошлом году. В Хакасии прошли публичные слушания по исполнению бюджета. Обсуждения традиционно проводят дважды в год, когда принимают главный финансовый документ и когда утверждают освоенные средства. Слушатели, представители правительства, Верховного совета, контрольно-счетные палаты, главы муниципальных образований и общественной организации. В прошлый год для экономики Хакасии выдался трудным. Одна из причин – цена на уголь и алюминий, отраслей, от которых идут основные поступления. На мировом рынке упало. В итоге налогов собрали меньше, чем планировали. Между тем полностью на бюджет республики перешла медицина. Затраты только на здравоохранение выросли сразу в три раза. Хакасия подключила резервный фонд, причем нагрузка на бюджет, уверяет министр финансов Юрий Лапшин. Увеличится и дальше. Разговор, который состоялся в Минфине России, большого оптимизма в меня не встерил. Есть даже не предположение, а уверенность в том, что тенденция сохранится на ближайшие годы, поскольку те новации, которые планирует Министерство финансов на конец текущего года в связи с подготовкой проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 год, также подразумевают передачу части мандатов на уровень субъектов Российской Федерации, при этом с изысканием внутренних резервов. Несмотря на это, прошлый год стал плодотворным по количеству федеральных субсидий. Верховный Совет и правительство республики сработали удачно. Москва направила в Хакасию свыше 5 миллиардов рублей. В результате доходы региона за год более 18 миллиардов. Потратила же республика 18,5 миллиардов. Дефицит практически 500 миллионов рублей. Вместе с ростом доходов вырос и государственный долг республики на 660 миллионов. Как выход из кредиторской задолженности депутаты Хакасии предлагают пересмотреть налоговый потенциал региона. К примеру, земельный налог в поселениях сегодня разрабатывают генпланы. Они выведут участки, на которых сегодня идет строительство из категории сельхозназначения. Сборы от них возрастут, доходная база станет больше, серьезный рост почувствуют и местные бюджеты. Еще один спорный вопрос – водный налог. Ни один водоем в Хакасии не входит в хозяйственный оборот. А значит, официально водоемы не могут быть источниками доходов, несмотря на то, что в реальности приносят прибыль, и немалую. Все те предприниматели, которые так или иначе извлекают рекреационный доход с территории озера Туз, ну в туристическом плане, лечебном и прочем, там они немножко разные, платят за эти земли, как за земли сельхозназначения, те самые 9 копеек с квадратного метра. Хотя на самом деле, если бы мы провели соответствующие действия, эти земли обязаны считаться землями рекреационного назначения и совершенно в разы, а точнее говоря, в сотни раз, соответственно, на другой, соответственно, налоговый выхлоп и так далее. За негативное влияние на экологию тоже придется платить. Проверять и контролировать, загрязняется ли окружающая среда в Хакасии, будет новый госорган – Министерство природных ресурсов и экологии. Эта проблема многие годы оставалась в тени. Как такового контроля в республике не было. Сегодня экологические взносы отчисляют лишь 200 фирм и предприятий. Фактически, лаборатория специального аналитического контроля несколько филиалов, которые расположены на территории республики Хакасия, в течение последнего года не распаковывала лабораторное оборудование стоимостью 5 миллионов рублей, потому что просто-напросто отсутствуют элементарные заказы на осуществление контрольных функций по замерам, контролю. Доказать экологический вред, уверяют депутаты, вполне реально. Впрочем, идти в суды муниципалитеты не торопятся. Единственная попытка в 2012 году предъявить эко-ущерб – Алтайский район высудил у подсинской птицефабрики 5 миллионов рублей. Деньги пойдут в местную казну. Хакасия остается регионом социальным бюджетом. Большая часть средств пошли на реализацию социальных программ. Однако освоить все деньги не вышло. 5 из 28 целевых программ, не исполненные наполовину, средства перевели на 2013 год. Наверстывать упущенное придется в ближайшее время. Остаются и другие острые проблемы. Из области здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Решать их предстоит также и парламенту Хакасии. Принимать новые законы и корректировать республиканское законодательство. Общий же итог публичных слушаний и рекомендации. Их учтут при формировании бюджета уже на 2014 год. На этом у нас все за новостями республиканского парламента. Также можно следить и в твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» вы можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго. Неожиданная находка в Абакане во время работ на участке. Мужчина обнаружил фрагменты предметов старины и человеческие останки. Данным фактом заинтересовался Следственный комитет Хакасии. Среди найденных артефактов части скелетов людей, животных, обломки старинных керамических сосудов и бронзовые предметы. Следователи раскопали захоронения, собрали фрагменты и уже передали на экспертизу в археологическую службу Министерства культуры. По предварительным оценкам, кости принадлежат нашим предкам, жившим здесь больше тысячи лет назад. Среди обломков керамики найдены и три бронзовых заточенных лезвия. По этим предметам археологи смогут более точно определить возраст находок. Исходя из давности захоронения, можно сделать вывод о том, что это действительно является не криминальным случаем, а именно обнаружено древнее захоронение. И полагаю, что будет принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела. Русский драматический театр готовится к премьере. Спектакль «Волки и овцы» по пьесе Островского уже был в репертуаре больше 30 лет назад. Сегодняшняя постановка – версия современная, но от этого не менее злободневная. Юлия Константинова побывала на репетиции. Что народ-то у крыльца? Работу, говорят, сделали, теперь за деньгами пришли. Так скоренько, так сразу и хотят? На! Ситуация будто произошла не полтора века назад, а буквально сегодня. Те же фразы, те же характеры. В общем, классика взаимоотношений, образно говоря, волков и овец, хозяев жизни и обслуживающего их персонала в полный рост. Поэтому об актуальности пьесы, написанной в 19 веке, говорить излишне. Есть Пушкин в поэзии и есть Островский в драматургии, в театре. Это единственный пик величина, выше которого нет. И он охватил все стороны нашей жизни, русской жизни в 19 веке, которые актуальны и сейчас, то, что он написал. На сцене причудливо сплетенные взаимоотношения мужчины и женщины, любовь к деньгам, стремление к власти. При этом спектакль – это возвращение к традициям, ведь его играли многие поколения актеров русского драматического. Еще один сюрприз – премьера постановки «Волки и овцы» пройдет в Большом зале Хакасской республиканской филармонии на своей исторической сцене, где русский драматический сыграл свой первый спектакль 82 года назад. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Твести Хакаси». На сегодня это все новости. Проведите выходные с пользой. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова